Они выполняли задачи в зоне АТО, получили государственные и ведомственные награды. Одни возвращаются к гражданской жизни, ну а другие решили продолжать службу. Как прошла демобилизация морских пограничников первого призыва, расскажет Анна Грынев. Уверен, что все будет нормально и армия справится. Но если еще раз потребуются наши услуги как резервистов, мы готовы. История об украинском пограничнике облетела весь интернет. Рискуя своей жизнью, мужчина пробрался на заминированный пункт Должанский. Владислав Бувалкин не дал террористам надругаться над символом Украины. Теперь старший матрос возвращается к жене и сыну. Вспоминать о былых событиях больше не хочет. Воспоминаний много, скажем так, но все нормально, ничего страшного. В этом конфликте появилась совсем другая армия. Я считаю, что многое что изменилось, изменилось в положительную сторону. То есть как в экипировке, в вооружении, а самое главное в сознании людей. Кроме Владислава демобилизовались еще около ста человек. В одном строю стоят бывшие руководители фирм, менеджеры, кандидаты наук, фермеры и инженеры. Кто-то из них мужественно охранял границу, а кто-то находился прямо в зоне боевых действий. За преданность государству сегодня их награждают почетными грамотами. Вы знаете, все, наверное, уже устали от этого, от того, что там творится. Но понимают, что если они пока не там, то будет порядок. Если оттуда уйти, то ничего хорошего там ожидать не приходится. О том, что выполнили свой долг, говорят с гордостью. Теперь ждут достойную замену. Анна Грынев, Алексей Филиппов, 7 канал.